МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причем абсолютно самобытная, не похожая ни на восточную, ни на западную. Так какое же оно, чаепитие по-русски, решили вспомнить в культурном центре Светлица и устроили фестиваль чайных традиций. Настасья, расскажи, как же чай, напиток не русский, появился в нашей стране? Когда это и произошло, каким образом? Чай появился в нашей культуре в первой половине 17 века. Его передал в подарок Михаилу Федоровичу Романову Алтынхан, с которым у них происходили какие-то взаимодействия, то есть чай пришел к нам с Востока. И в нашей культуре восприняли чай Михаил Федорович, и тот посол, который ездил и передавал, собственно, привозил к нам чай, воспринял это в штыки с непониманием, потому что как же, если мы везли к ним туда меха, соболей, какие-то богатства и яства, то нам передают мешок какой-то травы в подарок. Это очень странно и непонятно. И, соответственно, и только спустя, мы около 20 лет распробовали чай, и уже тогда чай как очень богатый, очень элитарный напиток появился в нашей традиции. До чая пили у нас преимущественно травяные настои, отвары, и заниматься травами – это тоже отдельное искусство, отдельное мастерство, потому что травы нужно собирать в определенный период, заготавливать особым образом, сушить, соответственно, смешивать. Некоторые травы нельзя смешивать, какие-то можно, и их нужно заваривать по-особому. Из таких специальных напитков, которые варились и заготавливались, одним из древнейших считается напиток «збитень», который делался на основе меда с добавлением пряности и трав. Он вываривался долго и считался ритуальным напитком также изначально, уже потом переходя в такие, в разряд согревающих зимних напитков, теплых. Это что, если говорить о горячих напитках, также был распространен напиток «збар», который делался на основе сока, также с добавлением меда, пряностей, фруктов различных, винограда, сезонный напиток, опять же, в тех регионах, в которых были распространены фрукты и пряности. До того, чай, появившись в нашей традиции, потеснил такие известные напитки, как компоты, морсы, хвасы, всевозможные, которые пили до этого. Расскажи рецепт «збитня», что, как готовится, какие пряности, что еще добавляется? Тот «збитень», который готовлю я, он делается на основе яблок, то есть варится что-то типа компота, вываривается, туда добавляются травы, мелиса, шалфей, ромашка, может добавляться щебрец. Опять же, тут можно смотреть по аромату и по тому, как хочется сделать «збитень», то есть это душистые, такие проникновенные травы, если можно так сказать. Добавляются пряности, такие как гвоздика, корица, можно добавлять имбирь, мускатный орех уже, соответственно. И «збитень» – это обязательно очень много меда, потому что напиток этот густой и такой очень тянучий, когда его пьешь, это правильный «збитень». Соответственно, когда этот отвар из трав и ягод у нас будет готов, то есть можно добавлять даже какие-то ягоды туда, в зависимости от вкуса и пожелания. Его остужают несколько, и только потом на медленном огне, для того, чтобы не доводить до кипения, варят с медом. Потому что мед, как мы знаем, нельзя кипятить, тогда и теряются все его полезные свойства. Добавляется довольно много меда. Опять же, здесь пропорции все высчитываются на глаз, потому что раньше не было рецепта, раньше все делали на глаз. И это все вываривается, некоторое время настаивается, для того, чтобы травы, ягоды и мед отдали весь свой вкус и насытили этот напиток. И дальше уже «збитень» разбивается. Это, конечно, уникальный по своим свойствам, по своему согревающему эффекту и душевности напиток, потому что не зря его считали ритуальным, потому что как-то сразу все лишнее отходит на второй план, и становится очень хорошо, тепло, душевно. Каким же образом чай стал поистине народным и любимым напитком? И вот чайная традиция, она какая русская? Чайная традиция распространялась по нашей стране довольно долго, и, как я уже сказала, изначально она была элитарной. Соответственно, из высших сословий, из дворянства, чай постепенно переходил вместе с развитием дороговых путей, с развитием какого-то перемещения, переходил дальше, к своим менее обеспеченным, к мещанам и уже совсем позже к крестьянам. В такой массовую культуру он пришел довольно поздно. Он был действительно очень элитарным, и самовар к нам пришел из-за границы и считался знаком богатства и почести дома. Затем изначально чай пили в домах, на приемах. Это было всегда каким-то отдельным процессом, процедурой, действом. Было чайное действие, и, как я узнала, именно за чаем, за русским чаем, возник такой музыкальный жанр в нашей традиции, как романс. И для нас чай – это всегда общение, и считалось высшим знаком неуважения к хозяину дома, если за чаем люди молчали. Потому что чай – это гостеприимство, это общение, это какое-то взаимодействие всегда между людьми. Поэтому в русской чайной даже делали отдельный зал для переговоров и заключение каких-то нотариальных соглашений. Даже так. В русской чайной – это всегда кухня, общий зал с общим столом, как у нас сейчас есть, за которым все садились, за самобаром, чаевничали. И зал для заключения каких-то сделок. Всегда было принято, что когда собираются гости или когда собирается семья, рядом с самоваром, за головой стола, самовар стоял во главе стола, и рядом с самоваром садились главы семей и самые почетные гости. И дальше, соответственно, по-моему, однику – жен, дети и так далее. Чай действительно раздували сапогом. То есть в традиционном самоваре был специальный отсек для щепок, для дров, для того, чтобы топить самовар. И для того, чтобы это дело горело быстрее, брали, раздували сапогом самовар. Русский народ находчив, и его даже сапог полименил к чаю. И это нисколько не портило вкус чая, не переживайте. И, конечно же, чай, который приготовлен на естественном огне, это всегда что-то особенное. Это всегда очень вкусный чай. Поэтому у нас очень уважали и самоварную традицию, и чайную. И когда в советское время самовары стали делать электрическими, вот этот самовар, кстати, электрический, то ими уже практически не пользовались. Потому что люди пользовались заварочными чайниками, уже обычными чайниками на газу, а самовар должен топиться дровами. В разных регионах и в разных городах России было по-разному принято пить чай. В некоторых губерниях считалось, девушкам необходимо пить женский чай. Это считалось просто отвар из яблок, из семян яблок, из яблочных шкурочек, для того, чтобы кожа оставалась бела. Был такой, был Татьянин чай, который тоже включал определенные травы в себя, сейчас не вспомню какие, для сохранения здоровья и надежды, веры и любви, как я нашла, как-то так. Был мужской чай, который включал в себя укроп или петрушку, какие-то такие более густые травы, которые было принято добавлять именно для сохранения мужского здоровья. В Питере, в петербургской губернии, в петербургских уездах было принято пить, очень любили пить чай с добавлением фруктов. А москвичи, в московской чайной традиции, это что-то отдельное и особенное, москвичи считали, было принято пить очень крепкий чай в Москве, и считалось, что чай, через который видно Москву, то есть чай прозрачный, это вообще не дело и не пили такой чай, пили очень густой, очень наваристый чай. Соответственно, чай могли гонять очень подолгу, до 20 чашек можно было выпить за раз, и люди сидели, общались, пили, пили, пили чай. А с чем было принято пить чай? То есть, пишут классики, в прикуску с сахаром, колотым, варенье обязательно, вот помимо самого напитка, что присутствовало в русской чайной церемонии? В нашей традиции не сбавляли чай с сахаром, считалось так же, как и везде считается, что это портит вкус чая, и на самом деле это так. Только потом, уже впоследствии, когда стали торопиться и пить чай в попыхах, стали разбавлять его с сахаром, когда уже не было времени закусывать. Изначально пили в прикуску. Чайная традиция – это всегда пироги, всегда варенье. Варенье, кстати, к чаю – это исключительно русская тема, русская традиция. Соответственно, так же закусывали с сахаром, мед добавляли в чай, различные пироги, угощения, много-много чего, что только не ели. Это так же было одним из способов уходить от соблюдения поста. Казалось бы, за чаем можно и кусок пирога съесть к чаю. Это же не трапеза, это что-то отдельное. Поэтому люди так нагидались. Ты говорила, что по 20 чашек выпивали чая. Долго проходил весь процесс. Помимо разговоров, были еще какие-то моменты, то есть играли в игры. Чем занимались люди за чаем в старинном русе? Чай сам по себе был отдельным процессом и просфедурой. Если сейчас просто так пить чай – это дело повседневное, то тогда собраться и попить чай было уже само по себе праздником. И люди музицировали, читали стихи, это более такая советская традиция, разыгрывали какие-то сценки, также играли в настольные игры. Вот мы сегодня тоже поиграем. У нас представлено здесь три игры, которые доходили до нашей Родины, но появлялись они, к сожалению, не у нас. То есть они так же, как и шахматы, хорошо прижились. Игра называется «Тавлеи». Играют двое участников. Один представляет защиту города, это князь и его воинство, а другие – это те, кто пытаются этот город захватить и захватить непосредственно князя. Это крестообразная основа. Защитников меньшее количество, большее количество нападающих и ходят по принципу ладьи из шахмат. То есть ходят по очереди. Одна фигура, она может ходить на любое количество клеток по прямой, по горизонтали или по вертикали. Соответственно, чтобы съедать, скажем так, те или иные фигуры, нужно захватывать их с двух сторон. Тогда фигура уничтожается. В Англии принято пить чай с молоком. В России пили с молоком чай, может, с лимоном там как-то. Что добавляли в сам чай? В нашей традиции также добавляли в чай и молоко, и лимон, так как во многом наша чайная традиция пришла из Англии в своем дворянской интерпретации. Также добавляли к чаю варенье, мы добавляли, ели в прикуску. Вообще старались пить, так как чай был довольно дорогим напитком, его старались пить таким, какой он есть. Еще довольно интересным является то, как стали фальсифицировать чай у нас в стране, потому что, так как чайная промышленность в какой-то момент достигала в России очень высокого уровня, и у нас продавали чай чуть ли не больше, чем во всем остальном мире, не считая, конечно, Китая, то, естественно, чай стали подделывать, потому что и низшим сословием хотелось чая, и всем хотелось этим как-то промышлять. Мне кажется, с этим связано, я не могу сказать точно, переименование кипреевого чай, потому что именно эту траву в свое время как-то особо заготавливали, жарили, сушили так, чтобы она была похожа на обычный чай, который привозят из Индии, из других стран. И были какие-то совершенно жуткие случаи, с тем, что подмешивали какую-то стружку для того, чтобы чай, когда был тяжелее, чтобы подороже продать. Использовали вторичный чай, то есть тот, который уже заваривали, заново продавали. То есть такая промышленность у нас была тоже довольно развита. Касательно посуды. В Китае определенные пиалы, в Англии это фарфор обязательно, а из чего на Руси было принято пить чай? Древнейшая посуда у нас была глина, из которой мы пьем сейчас. Затем с приходом чая пришла и чайная посуда. По-моему, сам самовар пришел к нам из других стран. Вот мы сейчас тоже спорили того, из Германии ли он пришел, или из Китая, или из Греции, или вообще. То есть были аналоги в других странах, которые затем перекочевали к нам. Истинно нашим изобретением, нельзя сказать, что для чая, потому что было придумано раньше, чем пришел к нам чай, считается стеклянный стакан, подстаканники. Изначально подстаканники были деревянные в выделке. Уже потом, перейдя дальше, в мещанскую традицию, подстаканники стали делать из металла. Так как они более устойчивые и прочные, и во многих чайных тавернах, чайных заведениях, во всей России чай подавался в разной посуде, преимущественно также вот в этих стеклянных стаканах, подстаканниках. Меня впечатлило то, что были в нашей традиции чайные суеверия, связанные с самоваром. И москвичи, которые очень много времени проводились уже в 19 веке, в конце 19 века за чаем, они следили за тем, как ведет себя самовар. Если самовар плавно и медленно шелестит, так не громко. Это считалось, что очень хорошо. Самовар поет, и значит, все хорошо, все замечательно. Самовар стоял в центре стола, как мы все знаем, на него обращалось, центральное внимание. Если вдруг самовар начинал свистеть, и как-то непонятно шелестеть, не гудеть, то москвич мог скачить в свое место, накрыть шапкой самовар, потрясти его, чтобы этот шум прекратился. Потому что считалось, что если самовар шумит, значит жди беды. А самым страшным считалось, если самовар вдруг пойдет по шву, разойдется. И это вообще считалось каким-то невероятным, не проклятием, конечно, но невероятным суеверием. И тогда точно жди беды, как минимум, как мне подсказали сегодня, что нужно заказывать снова самовар, пока его из Тулы привезут. Тулы у нас самоварная столица, это все не зря. Пока из Тулы привезут, как же пить чай, и стоит это больших денег. Также было принято, как я с китайской традицией, поверье, что нужно наливать определенное количество чая на пиалу, там больше половины, около третья, двухтретья пиалы, то у нас, ставились наливать чай всегда в склейн, как можно больше. И если все заниматели следили, чтобы наливали максимальное количество чая, потому что чтобы жизнь была полнее, считалось так. То есть наш народ наполнял чайную традицию какими-то своими суевериями. Спасибо тебе большое за этот интересный рассказ, как мы поняли, что чай не чушь русскому человеку, а даже в какой-то степени чайная традиция на Руси олицетворяет русскую душу. Пейте чай дружно со всеми народами многонациональной Самары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова